В этом видео расскажем о том, как избавиться от бессонницы и какими способами можно вернуть себе сон. Бессонница – это не только проблема с засыпанием, как мы привыкли думать. Если вы просыпаетесь в течение ночи или слишком рано утром, не можете вздремнуть даже во время тяжелого рабочего дня, все время чувствуете себя невыспавшимся, все это может быть признаками бессонницы. Для кого-то она не представляет опасности и появляется лишь эпизодически, но часто проблемы со сном могут длиться годами. Если в течение трех месяцев у человека проблемы со сном не прекращаются сами собой, то это уже хроническая бессонница. Последствия бессонницы зависят от того, сколько она длится. Хотя эксперименты показывают, что даже непродолжительное сокращение сна всего на 1 час ведет к изменению работы около 400 генов, которые отвечают за развитие сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных нарушений, проблем с аппетитом и прочего. Поэтому на самом деле бессонница не только влияет на качество жизни человека, но и является пусковым механизмом для развития многих заболеваний. Бессонницу может вызвать множество факторов – нарушение распорядка дня, употребление алкоголя и кофеина. Но самая распространенная причина – это стресс. Финансовые сложности, проблемы на работе, беспокойство о здоровье – все это может нарушать нормальный сон, даже когда все уже позади. Перед сном мы часто пытаемся проанализировать происшедшее за день, тем самым отвлекая организм от сна. Так что кровать становится местом для размышлений, а не для хорошего отдыха. И в конце концов, желание спать перерастает в новое беспокойство о том, как быстрее уснуть. Если бессонница не отступает, но вам кажется, что идти к терапевту еще рано, попробуйте воспользоваться следующими способами вернуть себе сон. Очень важно соблюдать режим. Ложиться спать и просыпаться необходимо в одно и то же время, каждый день. Выбирайте для сна то время, в которое вы, скорее всего, уже будете чувствовать сильную усталость и старайтесь спать, по крайней мере, 6 часов. Важно соблюдать это правило всю неделю. Нарушать его в выходные очень хочется, но нежелательно. Иначе засыпать по будням будет еще сложнее, а усталость так и не пройдет. Будем честны, мало кому удается действительно строго соблюдать режим сна из-за работы или домашних забот. Тем не менее, даже исходя из своего графика, постарайтесь находить время для сна. Многие дела могут подождать до утра. Еще два главных условия для сна. В спальне должно быть максимально тихо и к тому же темно. Для этого можно использовать специальные маски для сна или просто плотные занавески. Температура также важна, чтобы во время сна вам не было ни слишком жарко, ни слишком холодно. Оптимальный режим температуры от 18 до 24 градусов. Кроме того, не пренебрегайте хорошей кроватью и качественным матрасом. И если с вами в комнате спит любимый питомец, который может шуметь по ночам, подумайте о том, чтобы отправить вас спать в соседнюю комнату. Тишина – главное, что нужно для крепкого и долгого сна. Слишком плотный ужин поздно вечером может нарушать режим сна и мешать вам всю ночь. При этом не стоит отказываться от еды вовсе. Голод совсем не способствует хорошему отдыху. Так что за несколько часов до сна лучше позволить себе легкий ужин. Например, съесть немного фруктов или что-то из молочных продуктов. Курение оказывает серьезное влияние на сон. Курильщикам обычно сложнее лечь спать, да и крепко уснуть не всегда получается. Хотя совет бросайте курить универсален при любых проблемах со здоровьем. Для более эффективной борьбы с бессонницей стоит об этом задуматься. Или по крайней мере не курить непосредственно перед сном. Нагрузки перед сном не способствуют хорошему сну. После тренировки повышается мозговая активность, температура тела и пульс. Поэтому уснуть будет гораздо труднее. Если времени на спорт по утрам не хватает, то можно тренироваться минимум за 2 часа до сна. И тогда организму хватит времени на восстановление. Перед сном можно принять успокаивающую ванну. Кому-то помогают релаксирующие упражнения из йоги. Кому-то помогает чтение. Составление списка дел на следующий день очистит голову от грядущих забот и поможет отвлечься. Снимает усталость, успокаивает нервную систему, улучшает сон. Такая процедура, как мытье ног на ночь горячей водой. Обеспечивает хороший сон лавандовое масло. Перед сном нужно просто смазать маслом виски. Хорошо при бессоннице принимать отвар из плодов боярышника. 20 грамм зрелых плодов залить одним стаканом кипятка, настоять 5 минут и пить как чай. Главное, ложитесь спать только тогда, когда вы действительно устали. И не переживайте о том, как бы быстрее уснуть. И никогда недооценивайте последствия бессонницы. Возможно, лучше один раз потратить время на консультацию с врачом, чтобы начать жить снова полной жизнью. Относитесь внимательнее ко своему здоровью и будьте здоровы! Если информация была для вас полезной, ставьте лайки, делитесь с друзьями, оставляйте свои комментарии под видео. А чтобы не пропустить наши новые видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. До встречи в следующих видео!